Уважаемые участники конференции, уважаемые зрители, добрый день. Я Верченко Василий Александрович, бизнес-консультант по клиент-ориентированности, город Москва. И тема сегодняшнего доклада – задачники по клиент-ориентированности Верченко. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде всего, следует сказать, что мы понимаем под клиент-ориентированностью. Клиент-ориентированность – это действие компании в долгосрочных интересах клиента. И если с клиент-ориентированностью по отношению к продуктам все очень понятно, часто продукт продает себя сам, то клиент-ориентированность в услугах, решениях, продвижении личных брендов, профессионалов, как правило, здесь возникают сложности. И именно на этом этапе, на этой важной теме по решениям, услугам, я и хочу остановиться в сегодняшнем докладе. Также важно сказать, что для развития конкурентоспособности современным бизнесом необходимо быть клиент-ориентированными. Но часто несовершенные сотрудники ведут себя не клиент-ориентированности. Так вот, задачники представляют собой такой мягкий способ формирования полезных навыков по клиент-ориентированности. И, как я уже сказал, сегодня мы говорим про формирование услуг, решений, прежде всего в интеллектуальной сфере. И если говорить по услугам, то можно привести такой пример, который приводил Игорь Иванович Викентьев в свое время, что одно дело продажа обычного батона хлебного. Здесь все происходит полуавтоматически, и именно производителю не надо знать имя покупателя. А если речь идет об услуге, например, продажа свадебного торта, который может стоить кратно в тысячи раз дороже обычного батона, то здесь, разумеется, важно уже понимание всех потребностей клиента, сроков, деталей оформления и так далее, и так далее. И вот здесь-то включается та самая клиент-ориентированность на полную мощность. В своем докладе я хочу рассказать о первых результатах тестирования задачника по клиент-ориентированности, который в настоящее время разрабатывают. Целевая аудитория задачника – это сотрудники и специалисты компаний, которые взаимодействуют с клиентами. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что количество задачников может быть достаточно большим. И более того, моя рекомендация заключается в том, чтобы сразу разрабатывать несколько вариантов, несколько различных задачников. На данном слайде представлено два типа задачников. Один из них традиционный и касается обычного бумажного формата, когда решатель, предположим, сотрудник какой-нибудь организации, самостоятельно прорешивает задачи, отвечает на них и так далее. А во второй колонке представлен другой тип задачника, где целевой аудиторией выступают корпоративные тренеры, и задача которых будет обучить несовершенных сотрудников навыкам клиент-ориентированности. И, как видно из самой таблицы, фокус, основные способы взаимодействия, они будут различными, и их необходимо учитывать при разработке данных видов задачников. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о многочисленных типах задачников по различным темам, то на данном слайде мы видим многообразие задачников по отраслям. Сегодня мы говорим прежде всего о интеллектуальных навыках, видеозадачников, книгах, творческих тренингах по выработке, опять же, творческих навыков. И вот это может быть отдельный тип специального задачника. Кроме того, например, в моем задачнике по клиент-ориентированности, который я разрабатываю, отдельные главы будут также посвящены некоторым отраслевым направлениям, которые представлены на этом слайде. Тут важно обратить внимание на то, почему это сделано, и почему предполагается отдельные задачи фиксировать, что именно эта задача относится к данной отрасли. Оказалось, что решатели очень трудно переключаются на другую сферу. Ну, предположим, если это педагог, и он вдруг читает задачу из сферы оказания медицинских услуг, тоже достаточно высокого уровня, ему, как правило, очень трудно потом это приспособить на свою сферу. И поскольку сам задачник по клиент-ориентированности тоже должен быть клиент-ориентированным, есть такая идея, что основные акценты, например, для педагогов, мы будем обязательно акцентировать внимание, что, пожалуйста, в этой сфере применяются именно эти принципы. Следующий слайд, пожалуйста. Продолжая функциональное оглавление по темам, следует сказать о том, что с темой клиент-ориентированности я занимаюсь уже несколько лет, и у меня накопилась достаточно большая база, в которой более двух тысяч примеров того, как различные организации удерживают клиентов, как они с ними взаимодействуют. И в результате работы с этой базой обнаруживаются некоторые закономерности, и выделяются отдельные блоки по взаимодействию с клиентом. Так вот, по этим блокам, которые выделены не из головы, а на основе анализа большого массива данных, можно выделить несколько тем, которые образуют разделы задачника. Все они представлены в данном случае на слайде. Я кратко остановлюсь на наиболее важных. И первое – это точка отчета клиент. Это очень важный момент – научить решателя переключаться на точку зрения клиента. в тот момент, когда решатель является сотрудником. И именно по этой теме предполагается в данном задачнике около 30-50 задач, и по каждой из тем, которые здесь представлены. То есть в целом в общем задачнике будет около 300 задач, решая которые специалист постепенно вырабатывает необходимые навыки по клиент-ориентированности. Также есть блок, посвященный устранению барьеров и их идентификации на пути клиента. Кроме того, есть отдельный блок, очень важный по коммуникациям клиентов, в котором освещаются основные ошибки работы с клиентами, а также лучшие практики. То, каким образом лучше всего взаимодействовать с клиентами. И это на многочисленных задачах показывается. Также следует обратить внимание, что при взаимодействии с клиентами отдельный блок посвящен общению с трудными клиентами, так называемыми токсичными людьми, которые часто ведут себя неадекватно. А сотрудник должен в любой ситуации, с точки зрения компании, очень цивилизованно переключить этого клиента на конструктивный способ общения. Кроме того, это задачи, посвященные запросу обратной связи и работы с этой обратной связью. Задачи на тестирование и проведение исследований клиентов, определение различных метрик, разработки кодексов, регламентов и правил и внедрения в их работу, а также различные темы, связанные с организацией клиентского сервиса, включая непосредственно обучение сотрудников. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены некоторые типы задач, которые я использую в задачнике по клиент-ориентированности. Стараюсь экспериментировать с самыми различными вариантами. И вот первый тип показал, что если вы используете как можно больше иллюстраций, это могут быть и видео, и схемы, и фотографии, и различного рода изображения, рисунки, то, как правило, при прочих равных условиях, решатели воспринимают их достаточно легко и делают меньше ошибок. Кроме того, отдельным типом задач по клиент-ориентированности, которые я выделяю, являются ситуации, когда я прошу применить на себя роль клиента и либо потом вернуться в роль самого сотрудника, который обслуживает этого клиента. Кроме этого, есть типы задач, связанные с тестом, то есть это может быть в виде теста, либо это может быть открытый вопрос, а возможно будет показан видеосюжет и предложен такой проективный тест, вопрос, что было дальше, предположите, какие возможны варианты, какие наиболее желательны, какие ошибочны и так далее. Ну и далее существуют еще различные типы вопросов, связанные с ловушками, когда мы специально формируем ситуацию, когда сотруднику решателю очень трудно на них ответить и так далее. Тема по типам задач в разработке, я все еще активно ее развиваю, и в новом задачнике по клиент-ориентированности будет представлено все их многообразие. Следующий слайд, пожалуйста. Как раз здесь представлен один из вариантов вопроса задача на точку отчета клиент. Формулировка очень простая, что для вас является точкой отчета в вашей работе. И когда я ставил этот вопрос, мне казалось абсолютно естественным, что подавляющее большинство выберет четвертый пункт, что это несовершенные клиенты. Но, как вы можете догадаться, это совсем не так. За исключением уважаемых участников, обучающихся на курсе Weekend. Оказалось, что наши коллеги по курсу Weekend очень легко идентифицировали и даже объяснили, почему несовершенный клиент должен быть точкой отчета. То тестирование, которое я выполнял с другими сотрудниками, в том числе сотрудниками, взаимодействующими с клиентами в сервисе, в бизнесе, для них это было сложно. И пока ни одного ответа, который я предполагал, я не услышал. С этой точки зрения я старался задать дополнительные вопросы, переформулировать, использовать синонимы, если человек даже не понимает вопроса и отказывается отвечать. Я говорил, ну хорошо, а что тогда для вас фокусом является? Исходя из чего вы строите свои планы, работаете в бизнесе? Вот что является для вас основой? На что получал ответ примерно такого свойства, что прежде всего это интересы компании, либо мои профессиональные интересы, либо желание преодолеть какие-то трудности и так далее. Но ответа, что именно клиент должен стоять во главе угла, как являться точкой отчеты, который, как правило, я не получил, что подтверждает необходимость разработки такого задачника, если даже руководители компаний, оказывающие сервисные услуги, для них они даже не понимают этого вопроса. Недавно также было мое выступление среди предпринимателей на одном из акселераторов региональных, и оказалось, что на мой вопрос, а что, какие два основных фактора составляют основу бизнеса, каждого бизнеса, о чем предприниматель должен думать всегда, то есть две основных вещи. И только через 7 минут вот этого активного обсуждения удалось выйти на правильные ответы. Как правило, я получал ответы такого плана, что это, наверное, эмоциональный интеллект, говорят мне предприниматели, что должно быть во главе угла, либо agile подход, либо просто какое-то инновационное или стратегическое мышление. И повторюсь, только через 7 минут один из участников смог вспомнить про прибыль как основной движущий стимул развития бизнеса и клиента, без которого этой прибыли никогда не получить. Спасибо за этот слайд. Прошу следующий слайд. Продолжение темы, то есть тема именно построения точки отчета клиента, он демонстрируется еще здесь на данном слайде, когда я показываю картинку, в данном случае это обслуживание в сервисе, приходит клиент и по объективным причинам сотрудник не может в данный момент выполнить его просьбу. И обрисовывается ситуация, когда он говорит, не поможем. Я прошу решателя встать на точку зрения клиента и спрогнозировать, какова будет его реакция. Как правило, она достаточно эмоциональная. И следующий слайд, пожалуйста. В этом упражнении важно тут же переключить решателя на другую точку зрения. А вот в этой ситуации, с точки зрения сотрудника, каковы бы были оптимальные действия, что он должен сказать, сделать для того, чтобы клиент сохранил обслуживание в компании. И надо сказать, что часто удается сделать это переключение с помощью этой задачи, когда решатель предлагает сразу несколько полезных вариантов взаимодействия с клиентом. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены некоторые эффекты, которые я обнаружил при проведении тестирования. Но прежде всего эффект, о котором я сказал, что не все сразу могут понять основу клиент-ориентированности, что нужно думать в интересах клиента, за исключением участников проекта Weekend.ru. Второй момент, то, что решателю проще говорить про знакомое, и если он работает в автосервисе, и я его спрашиваю про услуги даже в транспортной сфере, просто по доставке или логистике, не всегда он сможет догадаться, о чем идет речь. Кроме того, следующий момент. Решателю, как правило, придумывают сразу несколько вариантов ответов, и коллеги, которые разрабатывают свои задачники, тоже это неоднократно подтверждали. То есть если я даю вариант, прошу ответить не менее двух вариантов ответа, то я и получаю эти два варианта. Либо если не менее трех, иногда дают три и останавливаются, то есть дальше не просят. То есть слово «не менее» они понимают конкретно, то есть надо три варианта и так далее. Кроме того, важно обратить внимание, что при тестировании задачника по клиент-ориентированности оказалось, что решателю достаточно легко ориентироваться по фотографиям, изображениям, где изображены барьеры перед клиентом, очень легко идентифицируются, называются, как правило, ошибок не вызывают. Единственную рекомендацию, которую я получил, и адресую ее уважаемым разработчикам задачников, как можно больше делать размер, больше масштаб, размер самой фотографии, изображения, для того, чтобы его можно было легко разглядеть решателю. И пятый эффект, достаточно любопытный, который я обнаружил. Ставя ту или иную задачу, я изначально предполагаю, что это скорее задача на ошибку или на лучшую практику. Иногда некоторые участники под ошибками могут понимать сильные решения, а под сильными решениями смотрят на них с точки зрения потенциальной ошибки. То есть такой эффект тоже существует. Следующий слайд, пожалуйста. Как я уже говорил, с одной стороны, речь идет о задачнике, которой сотрудник сам, решатель, прорешивает самостоятельно. А есть еще часть или тот задачник, где тренеры обучают в корпоративном формате своих сотрудников. И на этом слайде представлены как раз методические рекомендации для этих тренеров. И прежде всего, пять основных блоков, на которых следует остановиться. Самый первый, самый важный, это то, что в рамках клиент-ориентированности наша основная задача использовать многочисленные способы переключений именно сотрудника на несовершенного клиента. И это должно быть в фокусе внимания тренера. Второй блок связан с организацией решения задач на потоке. То есть каждый сотрудник должен прорешивать десятки задач для получения эффекта. Третий пункт – приземление задач на практическую деятельность. Еще раз повторюсь, что если вы будете говорить об инжиниринговых услугах, о продаже инжиниринговых услуг, но при этом, в пример, приводить продажу попкорна или телевизоров, это реальный кейс, который я сейчас рассказываю, точно это не зайдет сотрудникам, вызовет сразу негатив, и потом еще долго нужно будет объяснить, что вы конкретно имели в виду. То есть с практическими специалистами, специалистами-практиками, лучше сразу начинать с их сферы, с их отраслевой принадлежности. Это избавит от возможных ошибок в будущем. Кроме того, это проверка понимания решательными условия задачи и хода решения. Я обратил внимание, что при тестировании, в тот момент, когда я видел, что происходит с решателем, если решатель чего-то не понимает, как правило, он не будет спрашивать, что он чего-то не понял. В этой связи очень важно для тренера, для методолога, который организует тестирование, понимать и проверять понимание задачи самим решателем. Если этого не делать, можно получить просто нерелевантные результаты. Ну и пятое – это многократное повторение. Даже в рамках моего доклада видно, что некоторые акценты я повторяю несколько раз. Это очень важно для того, чтобы навык действительно закрепился. Следующий слайд, пожалуйста. И на сегодняшней конференции, и на конференциях стратегии творчества прошлых лет есть несколько очень важных докладов, посвященных именно разработке задачников. Сейчас я обращаюсь к тем коллегам, которые планируют, либо уже начинают разрабатывать свои задачники. Есть уникальная возможность начинать это делать не с нуля, а с того опыта, который накоплен в рамках проекта weekend.ru. И в данном слайде есть ссылка, на которой доступ очень простой. Вы можете увидеть ссылку на 13 именно докладов по задачникам, которые были опубликованы в открытом доступе и были озвучены на конференции стратегии творчества. Важно обратить внимание на то, что следует анализировать не только само видео, но и смотрите на вопросы и ответы авторов этих докладов под самим видео. По сути, это ноу-хау, очень часто можно найти очень интересные идеи, инсайты, полезные рекомендации для разработчика-задачника. Следующий слайд, пожалуйста. Важно обратить внимание также на то, что в рамках разработки задачников появляется, по сути, новая профессия. Новая профессия, которая заключается в создании новых интеллектуальных задачников. И именно в рамках этой профессии, можно сказать, действует коллегия проекта Weekend.ru. Я внимательно проанализировал те темы, которые преимущественно звучат на докладах, и можно выделить несколько блоков. Первый основной блок связан с теорией задачников, с основными правилами, принципами их разработки. Второй блок связан с тем, как именно придумывать задачи, как усиливать либо упрощать их. И еще один блок связан с анализом, тестированием, с экспресс-диагностикой результатов этого тестирования. Оказывается, здесь тоже есть достаточно большое количество подводных камней, и очень важно их знать. Ну и, конечно, самый, пожалуй, важный блок связан с тем, а как именно использовать данные задачники, используя определенную последовательность в рамках обучения за несколько недель и месяцев для того, чтобы построить целую серию интеллектуальных, творческих навыков для решателей и уважаемых участников. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлена еще одна ссылка, которая ищется на YouTube, как выявлять новые приемы. И здесь речь идет прежде всего о научных задачах. Очень полезная подборка для тех, кто разрабатывает задачники. Следующий слайд, пожалуйста. Разработка задачника в рамках проекта Weekend.ru, который я веду по клиент-ориентированности, это только один из интеллектуальных продуктов. То есть важно подчеркнуть, что, как правило, это один очень важный, но это один элемент из более широкой системы или даже веера различных интеллектуальных продуктов. В настоящее время я активно готовлю к печати первый словарь по клиент-ориентированности. И планируется, что это будет издание в бумажном виде, два тома. Первый том – это первый словарь по клиент-ориентированности, а второй – это задачник по клиент-ориентированности. И по первому словарю, кстати, можно найти на YouTube, кто интересуется, мое выступление на конференции стратегии творчества, где я рассказываю о разработке первого словаря. Уже сейчас можно сделать предзаказ, написать мне по тем ссылкам, которые указаны на данном слайде, и в тот момент, когда он будет готов, я обязательно сообщу об условиях его приобретения и необходимых сроках. Следующий слайд, пожалуйста. В поддержку проекта также существуют некоторые каналы, которые называются «Секреты клиент-ориентированности» на Яндекс.Дзен и в Телеграме, где я регулярно обновляю информацию, делюсь практиками, составляющими основу и словаря, и задачника. Следующий слайд, пожалуйста. Перехожу к выводам. Прежде всего, если говорить об основных ошибках, то, что я не рекомендую делать. Это первое – ограничиваться разработкой одного задачника по узкой теме. Второе – выдумывать решатели из головы и думать, что количество решателей будет сразу очень большим, что они будут заинтересованы. Скорее всего, они придут либо с негативными, либо с нейтральными установками и стереотипами. Кроме того, я не рекомендую не фиксировать те идеи, ошибки, которые будут приходить к вам сразу во время тестирования с коллегами. Лучше это делать сразу и потом анализировать и обрабатывать. Далее, я не рекомендую формировать методические рекомендации по работе с задачниками. И я также не рекомендую не использовать эти задачи, которые уже есть в системе подготовки специалистов. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о рекомендациях, то это прежде всего, по сути, формирование новой педагогической интеллектуальной профессии, составителя задачников нового типа для разработки профессиональных навыков. Также я рекомендую разрабатывать серии задачников, различные виды на различные целевые аудитории. Это вееры задачников, которые позволяют вам профессионально расти, а решателям находить тот задачник, где ему более комфортно и проще поставить навык. Следующая рекомендация связана с тем, что необходимо изучать опыт коллег. И опять же, повторюсь, очень полезно использовать ту возможность, который уже сейчас есть на проекте Weekend. И одна из возможностей – это рекомендация принимать активное участие в тестировании задачников своих коллег. Даже с точки зрения клиент-ориентированности это очень важно, потому что, прорешивая задачи своих коллег, вы становитесь клиентом-решателем. И далее, когда вы будете давать решателям свои задачи, вы поймете, как правило, с точки зрения клиента, какие возможны ошибки, какие возможны сильные стратегии, ходы и так далее. Поэтому, пожалуйста, принимайте активное участие в тестировании. Это очень помогает. Кроме того, среди рекомендаций – это формирование своей базы примеров. Если есть база примеров, есть откуда брать хорошие темы, задач, разрабатывать их, и продукт получается более высокого качества. А также рекомендую ставить навык придумывания задач на потоке. Например, придумывать ежедневно не менее трех задач и собирать их в свою копилку, потом далее обрабатывать и включать в задачники. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены исследовательские темы. И прежде всего следует обратить внимание, что они представлены с точки зрения разработки новых различных методов, технологий и разработки новой профессии составителя интеллектуальных задачников. И каждую из этих тем я вижу определенный потенциал для развития. Следующий слайд, пожалуйста. Благодарю Игоря Леонардовича Викентьева за научное руководство и регулярную методическую поддержку. Большое спасибо уважаемым коллегам, которые делятся своими примерами по клиент-ориентированности и принимают участие в вычетке моих интеллектуальных продуктов, решают задачи по клиент-ориентированности. А также, пользуясь случаем, я приглашаю уважаемых коллег принять участие в разработке задачника, а именно с точки зрения тестирования тех задач по клиент-ориентированности, которые в настоящее время я продолжаю активно делать. На этом следующий слайд, пожалуйста. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Готов ответить на возможные вопросы. Викентьев Грионардович, надеюсь, что вопросы будут, несколько очень важных акцентов. Значит, первый акцент, особенно для новичков, то есть вот как бы Василий Александрович либо другие коллеги пишут некую заготовку. Ну, эта заготовка размещается в простейшем варианте, есть разные способы, но в простейшем варианте в Google облаке и несколько десятков человек, соответственно, это дело вычитывают. Он вычитывает, то есть вносит какие-то коррективы и, соответственно, за несколько таких вычиток уже что-то начинает быть более-менее приличным. Я хотел сказать две вещи. Первое, вот с первого раза написать, ну, как бы, именно задачник, ну, не получается, объективно не получается. Ну, возможно, когда-то там, когда сделаем их там целую серию задачников, такое начнет получиться, пока не получается. Второе, мы прекратили размещать открытые ссылки на Google облака в социальных сетях, потому что уровень людей, кто не занимается на курсе, ну, их рекомендации, он катастрофичен. То есть, ну, грубо говоря, бесполезно. Кто считает, что как бы он не бесполезен, либо она не бесполезна, напишите, Василий Александрович, он заинтересован, что вы вычитывали. Это первая мысль. Вторая мысль, обратите внимание, что существует такой пресловутый, вдохной славы атлас новых профессий. Там компетенция, профессия составителя новых задачников, кейсов, естественно, отсутствует. У нас, вероятно, в начале февраля, в принципе, это запланировано, количество новых профессий, новых тем на бесплатном курсе викинг будет доведено до 1400. Умные услышали, идиоты меня не интересуют. Это очень важно. Далее, следующий момент, который, честно говоря, проживало на консультации, надо дополнить. Судя по всему, как тестирование задачника, так и сам задачник, это очень хорошее средство выявления психопатов. Потому что если человек предлагает одинаковое решение всех задач, если человек не в состоянии месяцами, годами научиться вставать на точку зрения клиента, на позицию клиента, скорее всего, это психопат. Можете поинтересоваться у профессиональных психотерапевтов, я не сказал психологов, я сказал психотерапевтов о том, что психопатии тупо не лечатся. Деньги они возьмут, клиенты ориентированы с вас, это как бы без вариантов. Вообще психопатии не лечатся. Поэтому, возможно, еще одна опция задачников и тестирование задачников – это выявление психопатов, то есть, ну, которые, ну, они несчастные люди и делают жизнь своих там родственников, сослужившихся тоже более несчастных. То есть, поэтому их брать на работу не надо. Не надо брать их на работу. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо, недавно YouTube сам, то есть, это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, а иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да, соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс Мани или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, там, сто процентов. И так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то осыпь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орет, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому еще и еще раз, на этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще и еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему. Это развивает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова